Здравствуйте, друзья. Света, покажи, что ты набрала. Вы видите, друзья, что едят американские миллионеры? Вот это они едят. А в чем смысл, Света? А мы салатик из нее делаем. Вот, с морковочкой сейчас начнем. С морковочкой, хорошо. Почем хикама? Сейчас посмотрим. Вот она, хикама. 99 центров, из Мексики. Так. Что еще всяких? Морковочка, редиска. Так. Это что такое? Это, ты знаешь, что? Это вот называется ВИШ ВЕДЖИ РАЙСТ. Райс. Это на самом деле берут вот такую вот... Что, капустку? Нет, корешок. Вот, берут вот такую цветную капусту. Вот знаю, капусту. Из нее срезают тоненько-тоненько-тоненько цветочки. Верхний слой. Верхний слой. И получается вот такой рисок. Понимаю. Типа с понтом рисок. С понтом рисок. Может быть, даже мне вот такой взять вместо этого? Лучше два. Света, только ты можешь решить этот вопрос. Вот, друзья, помидорчики. Я сейчас понюхаю, как пахнет. Но вот они выращены, видите, без воды. В смысле, без полива. Корни глубокие. И все это подбирают. Мы сами в последнее время перестали есть помидоры, потому что тест на совместимость, несовместимость с разными продуктами показал, что у нас практически на все семейство посленовых такая обостренная реакция. То есть наши организмы оба, что сметен, что мой, не любят помидоры в частности. Друзья, посмотрите, что это такое. Это смесь. Вот это не слива. Вы думаете, это слива? Это не слива. Это смесь сливы с абрикосом. И эта смесь бывает больше на сливу похожа. Тогда она называется плод. А если она больше похожа на абрикос... So what is the name of the apricot-like hybrid? You said the one which looks more like an apricot. Oh, because it's the aprium. Aprium? Yes. Okay, do we have apriums here? No, not right now. Okay. They're in early season. This is a later season stone fruit. Да, друзья, смотрится прям как маленькие солнышки. Вы видите, друзья, чесночище такое, да? И я вспоминаю, есть такая песня еврейская, народная, о том, как царь пьет чай. Ну, времена были бедные, знаете, при царизме. И вот как царь пьет чай. Он берет сахарную голову, делает в ней дырочку, наливает туда чай, в дырочку. И вот оттуда его, значит, подпевает, видимо, еще приклюпывая. Так вот, вот это царский чеснок такой, знаете. Как царь кушает чеснок. Вот берет вот такие вот, это называется слоновый. Он здесь называется не царский, а слоновый. Но вы сами понимаете, что это практически одно и то же. В погоне за здоровым образом жизни, друзья, американцы, вместо того, чтобы есть, как все нормальные люди, горошек в консервах, они норовят купить мороженое, вот как Светлана сейчас. И есть его. Дело в том, что... И замораживают прямо на грядке. Не мывших? Ну, я вот не знаю. Вряд ли, да. А что там мыть, там они шелушат. Да, да. Вот, поэтому это очень хорошая штука. Я в супчик его положу, он будет вкуснее, чем он в банке. Вы видите, друзья, чем совращают человека, пока он стоит в очереди, в кассу. Вот сейчас очень модно. Палео-диета. Типа, давайте, братья, вернемся к той пище, которую ели наши очень и очень далекие предки. А смотришь внутри, вот Света сейчас... Одни коробки. Света выставит. Тут одни коробки, да. Ла-майм-стелл-фет. Почему я до сих пор жирная? Да, чисто коммерческий такой. Я не знаю, есть ли там чего читать, но процентов, наверное, 90-е это вот реклама. Вот чем питались, друзья, наши далекие-далекие предки вот в те времена, когда все росло под ногами. Продолжение следует...